Добрый день, дорогие слушатели. Прежде чем я начну демонстрировать презентацию, я хочу сказать, что вообще в течение последних лет для инвалидов вопросы содержания индивидуальной программы реабилитации становятся чрезвычайно актуальными. И особенно в течение последних, пожалуй, пяти лет практически ежегодно так или иначе менялось нормативно-правовое регулирование этих вопросов, что, конечно, вызывает много вопросов у граждан, потому что даже нам, специалистам, работающим в этой области, не всегда просто оперативно сориентироваться по содержанию программы в зависимости от того, в какие годы она выдавалась. Поэтому я постараюсь осветить основные моменты, как на сегодняшний день законодательство Российской Федерации определяет вообще понятие реабилитации инвалидов, индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов, и как наши учреждения, чем они руководствуются при разработке программы. Вот понятие реабилитации и абилитации инвалидов, они определены в 181-м федеральном законе. Это федеральный закон о социальной защите инвалидов. Он был утвержден еще в 1995 году, но за это время очень серьезно изменилось его содержание. Вот на сегодняшний день реабилитацию инвалидов закон понимает как систему полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. С 2018 года в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов проводилось большое изменение нормативных актов Российской Федерации, и в частности в 181-й закон было еще введено такое понятие, как абилитация инвалидов – это формирование ранее отсутствовавших у инвалидов способностей и навыков. Поэтому теперь индивидуальная программа называется индивидуальная программа реабилитации и абилитации. И закон говорит о том, что реабилитация и абилитация направлены на устранение или, возможно, более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов, для того, чтобы это позволило им достигнуть социальной адаптации, в том числе материальной независимости и интеграции в общество. И понятие индивидуальной программы реабилитации и реабилитации также определено 181-м федеральным законом. Индивидуальная программа, она потому и называется индивидуальной, что она разрабатывается каждому конкретному инвалиду с учетом тех результатов медико-социальной экспертизы, которые позволят оценить степень нарушения функций ограничения жизнедеятельности. И по результатам экспертизы формируется индивидуальная программа как комплекс оптимальных для данного инвалида реабилитационных мероприятий с указанием их отдельных видов, объемов, сроков и порядок реализации. Определяется в программе медицинская, профессиональная и другие реабилитационные мероприятия, которые направлены на восстановление либо компенсацию нарушенных функций организма, формирование и компенсацию способностей инвалидов к выполнению определенных видов деятельности. Я вот хочу подчеркнуть, что периодически такие вопросы задают нам инвалиды. Закон определяет, что ИПРА инвалида является обязательной для исполнения всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Но для инвалида ИПРА имеет рекомендательный характер, поэтому инвалид вправе отказаться и не реализовывать тот или иной вид, объем реабилитационных мероприятий, либо отказаться от реализации индивидуальной программы реабилитации в целом. Поэтому это надо иметь в виду. Периодически ситуации такие возникают, когда такие вопросы возникают у инвалидов. Значит, вот закон определяет следующие основные направления реабилитации и абилитации, и все они, все эти виды реабилитации имеются в индивидуальных программах. Это медицинская реабилитация, которая включает в себя медицинскую реабилитацию в целом, в частности, и реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение. Второй важный для инвалидов, в том числе для инвалидов вследствие онкологических заболеваний, очень часто эти вопросы возникают, являются для них актуальными, это профессиональная реабилитация. Значит, виды профессиональной реабилитации в программе это профессиональная ориентация, общее профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве, в том числе на специальных рабочих местах для инвалидов производственная адаптация. Также имеется такой блок, как социальная реабилитация, включает в себя социально-средовую, социально-педагогическую, социально-психологическую, социокультурную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию. Также с определенной поры в индивидуальной программе реабилитации есть раздел физкультурно-оздоровительной и спортивной реабилитации. Кроме того, один из самых востребованных инвалидами такой разделы ПРА – это обеспечение техническими средствами реабилитации. И в соответствии с нормами 181-го закона, ПРА содержит три вида технических средств реабилитации и абилитации, либо услуг по реабилитации и абилитации. Это технические средства и услуги по реабилитации, которые предоставляются инвалидам за счет средств федерального бюджета. Это технические средства, которые предоставляются инвалиду за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации. В разных субъектах Российской Федерации имеются разные перечни, они могут отличаться в зависимости от субъекта, где проживает инвалид. Но те или иные субъекты берут на себя определенные также обязательства перед инвалидами, в том числе и по техническим средствам реабилитации. И подчеркну, что также и ПРА содержит, и это не противоречит, потому что об этом говорится в законе, что могут быть рекомендованы технические средства реабилитации и услуги, в оплате которых принимает участие сам инвалид, либо другие лица, либо организации, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. И этот раздел в индивидуальной программе реабилитации также имеет место быть. Ну, я говорила о том, что нормативная база менялась. В частности, порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации и формы индивидуальной программы реабилитации и абилитации утверждались в последние годы несколькими приказами Минтруда и социальной защиты. Последний приказ, утвердивший форму и ПРА порядок ее разработки, это приказ Минтруда России 486-7. Он был утвержден в 2017 году, но впоследствии несколько разделов, в том числе раздел профессиональной реабилитации, был изменяющими приказами также несколько изменен. Значит, сам порядок говорит о том, что он достаточно обширен. Я не буду останавливаться на всех его аспектах, потому что он больше для использования специалистами по медико-социальной экспертизе. Но подчеркну важный момент, где в порядке говорится о том, что разработка ИПРА осуществляется специалистами учреждений медико-социальной экспертизы с учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации и абилитации, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, которая выдается гражданам в медицинской организации. Вот хочу с учетом нашей аудитории акцентировать внимание у онкологических пациентов, которые приходят в бюро, которым разрабатывается программа, зачастую очень возникает вопрос о таком разделе ИПРА, как санаторно-курортное лечение. Потому что не всем инвалидам, и в том числе не всем инвалидам, у которых основное заболевание – это онкологическое заболевание, рекомендуется санаторно-курортное лечение. Вот я хочу подчеркнуть, что это будет зависеть решение по данному направлению от наличия соответствующей рекомендации в направлении на медико-социальную экспертизу. Теперь в направлении на медико-социальную экспертизу отдельно выделен этот раздел. Поэтому если лечащие врачи считают возможным рекомендовать гражданину, которого направляют в наше учреждение мероприятие по санаторно-курортному лечению, то оно будет внесено в индивидуальную программу реабилитации. Если доктора считают, что противопоказанное, но инвалиду не вносят его в направлении, соответственно, оно не будет рекомендовано в программе. Значит, также раздел сроков программы также изменялся на протяжении ряда лет. Значит, вот на сегодняшний день говорится о том, что в целом ИПРА разрабатывается на тот срок, на который устанавливается инвалидность. Соответственно, если устанавливается инвалидность на год, то срок действия ИПРА указывается год. На два года, значит, она будет два года. Если ИПРА разрабатывается бессрочно, значит, там указывается срок бессрочно. Однако, есть отдельная оговорка, что отдельные реабилитационные мероприятия могут рекомендоваться на срок, не превышающий действия ИПРА, но отдельные мероприятия могут рекомендоваться на меньший срок. То есть даже если ИПРА разработана бессрочно, некоторые мероприятия могут рекомендоваться на какой-то определенный срок. Это также предусмотрено действующими нормативами. Также порядок говорит о том, что если в ИПРА необходимо вносить изменения, то оформляется новое направление на медико-социальную экспертизу и составляется новая индивидуальная программа реабилитации инвалида либо ребенка-инвалида. Однако оговорены определенные условия, когда ИПРА составляется и выдается без оформления направления на медико-социальную экспертизу. В частности, если в программу нужно внести исправление следующего рода, например, изменились антропометрические данные инвалида, в каких случаях это бывает для граждан актуально? Допустим, сейчас в программе реабилитации есть ряд технических средств, где указываются какие-то размерные характеристики. Основные технические средства этого ряда – это абсорбирующие изделия, подгузники, там указывается их размер и впитываемость. И также с определенного времени, если инвалиду рекомендуется кресло-коляска, кресло-стул с санитарным оснащением, то там указываются определенные параметры технические, которые зависят от индивидуальных антропометрических данных инвалидов, больше всего от роса и веса. Так вот, если, допустим, программа рекомендована на какой-то срок, на два года, либо она выдана бессрочно, и эти средства рекомендованы бессрочно, но со временем у инвалида данные меняются, это бывает часто, в том числе у больных онкологического профиля может вес существенно уменьшиться, а есть длительно обездвиженные инвалиды, которые могут, наоборот, поправиться. И для того, чтобы им не приходилось составлять новое направление и проходить заново медико-социальную экспертизу, в данном случае могут быть внесены исправления только по этим параметрам, то есть без оформления направления могут быть уточнены размеры этих технических средств реабилитации. Либо уточнены характеристики ранее рекомендованных реабилитационных мероприятий, либо изделий. Наиболее часто характеристики уточняются у таких тоже востребованных у многих инвалидов изделий, как кресло-коляски, потому что на сегодняшний день предусмотрен достаточно большой спектр характеристик этих изделий, которые должны указываться. Но со временем в индивидуальном порядке может потребность в разновидности вот характеристик колясок меняться. Тогда в этом случае направление на медико-социальную экспертизу также составлять не нужно. Необходимо обратиться с заявлением в бюро медико-социальной экспертизы. Кроме того, я еще говорю, что если в программе были допущены технические опечатки, описки какие-то, неточности, либо если у инвалида изменились персональные данные, например, фамилия или имя, то также в этом случае не требуется составление направления, можно обратиться с соответствующим заявлением, если необходимые сведения, документы представлены, то эти данные также без дополнительного свидетельствования будут в программу внесены. Ну и также расскажу на сегодняшний день, как решается вопрос о рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации. Технические средства реабилитации инвалидами на сегодняшний день очень востребованы. В зависимости от тех нарушений, которые имеются у инвалида, тех заболеваний, тех нарушений функции организма, тех ограничений жизнедеятельности, которые у инвалидов имеются, зачастую у них есть потребность в достаточно большом количестве технических средств реабилитации, хотя в них нуждаются не все инвалиды, безусловно. Вот само понятие технических средств реабилитации инвалидов, федеральный закон определяет как устройство, содержащее технические решения, в том числе специальные, которые используются для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности конкретного инвалида. И что относит закон вообще к техническим средствам реабилитации инвалидов? Это специальные средства для самообслуживания, специальные средства для ухода, для ориентирования, включая собак-проводников. Ну, это больше для слабовидящих инвалидов, но как бы вот закон собак-проводников определяет тоже как техническое средство. Общение, обмена информацией, а также специальные средства для обучения, образования, включая литературу для слепых и занятия трудовой деятельностью. Также к понятию технических средств реабилитации относятся протезные изделия, включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическая обувь, специальная одежда, глазные протезы, слуховые аппараты, а также специальное тренажерное и спортивное оборудование и спортивный инвентарь. Таким образом, спектр технических средств реабилитации, которые могут быть рекомендованы инвалиду, достаточно широк. Далее, закон говорит о том, что решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний каждому средству. Значит, эти показания и противопоказания определяются именно в учреждениях медико-социальной экспертизы на основе оценки нарушения функций организма. И по медицинским показаниям, если отсутствуют противопоказания, устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые будут обеспечить ему компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности. Вот на сегодняшний день перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также определен приказом Минтруда России от 2017 года номер 888 Н. Он с момента принятия в 2017 году, он также был несколько изменен, но в целом, значит, он достаточно обширен и действует на сегодняшний день. Я коротко вернусь к вопросу, о котором я изначально говорила. Вот этот перечень, он распространяется на те средства, которые предоставляются инвалидам за счет средств федерального бюджета. Сам перечень технических средств реабилитации был еще в 2005 году определен распоряжением правительства, однако там определены только общие группы средств реабилитации, допустим, протезы, ортезы, кресла-коляски, трости, опоры и так далее. А вот уже конкретные разновидности в рамках этих разделов определяются именно в этом приказе, и на каждое техническое средство реабилитации этот приказ определяет медицинские показания и медицинские противопоказания, если они есть. Также обращаю ваше внимание, потому что это тоже может быть важно вот именно для инвалидов, которые страдают онкологическими заболеваниями, что к этому, к самому перечню, то есть где указаны в каждой колонке, значит, на каждый вид средств, как я сказала, показания и противопоказания, также есть ряд примечаний. Они обширные, я сейчас не буду всех их озвучивать, поскольку с ними можно познакомиться, это все документы открытого доступа, и вот инвалиды, в общем, граждане, в общем, с ними знакомятся и задают вопросы даже по правильности применения в нашем учреждении этих перечней. Однако, вот есть также примечания, одно из которых оговаривает, что по таким техническим средствам, как средства при нарушениях функции выделения, это мочеприемники и калоприемники, и по нуждаемости в абсорбирующем белье подгузники, вот эти средства могут рекомендоваться бессрочно, не ранее, чем через два года наблюдения, если выявляется невозможность устранения патологического состояния. Таким образом, инвалиды, которым, например, наложено стома оперативным путем и нуждаются в калоприемниках, независимо от того, на какой срок будет установлена инвалидность, в ряде случаев она может быть установлена бессрочно, достаточно быстро, но вот эти технические средства, калоприемники, допустим, будут рекомендованы бессрочно, не ранее, чем через два года наблюдения. Это четкое требование нормативно-правового акта. И при условии заключения от медиков, которые наблюдают за гражданином, что это патологическое состояние неустранимо, не подлежит устранению оперативным путем. Ну и поскольку мы с вами уже второй раз говорим о том, как работают сейчас учреждения медико-социальной экспертизы, в частности, в период действия временного порядка признания лица инвалидом, о котором мы на прошлой школе говорили достаточно подробно, он был утвержден постановлением правительства на срок до 1 октября, в связи вот с такой неблагоприятной эпидемической обстановкой, я сразу скажу, что вот мы, как учреждение большого субъекта федерального Санкт-Петербурга, вообще всегда придерживались точки зрения, ну вот до сложившихся обстоятельств, что, конечно, для разработки индивидуальной программы реабилитации, обилитации лучше освидетельствовать инвалидов в очной форме, особенно по вопросам технических средств реабилитации, потому что вот этот индивидуальный подбор технических средств, несмотря на сведения медицинских документов, гораздо более эффективен, если специалисты по медико-социальной экспертизе осматривают, обследуют гражданина. Ну вот, к сожалению, на сегодняшний день в период действия временного порядка, значит, предусмотрено по любым вопросам проводить медико-социальную экспертизу только заочно, поэтому и по вопросам разработки ИПРА, внесения изменений в ИПРА, мы на сегодняшний день только можем заочно провести и медико-социальную экспертизу. Вот. Также, когда мы говорили о том, что для тех граждан, которые были признаны инвалидами с определенными сроками, продлевается инвалидность, и постановление отдельно оговаривает, что во всех случаях продление инвалидности на 6 месяцев, действие ИПРА продлевается на соответствующий срок, то есть тоже на 6 месяцев, и при этом тогда ИПРА включаются все те реабилитационные и абилитационные мероприятия, которые ранее были включены, но никаких изменений содержания программы в этом случае, то есть тогда, когда проходит автоматическое продление инвалидности без каких-либо документов медицинских, без направления на медико-социальную экспертизу, то в ИПРА включаются только те мероприятия, которые были рекомендованы ранее. Поэтому вот эта особенность этого периода, напомню, что этот временный порядок действует до 1 октября 2020 года. И также хочу обратить еще раз внимание на наши контактные данные. На горячую линию учреждения, на официальном сайте, на котором есть определенные вкладки для электронных обращений, либо на адрес электронной почты. Можно задавать любые вопросы, касающиеся либо общих каких-то моментов, либо частных ситуаций. И понимая, что сейчас в сложившейся обстановке гражданам очень сложно ориентироваться в области социальной защиты инвалидов и понять, как это действует. Поэтому мы очень активно сейчас работаем с обращениями граждан, в частности, по понедельникам на горячей линии в определенное время. Я отвечаю, отвечает начальник отдела организации медико-социальной экспертизы, отвечает главный эксперт. К сожалению, сейчас он болеет, но вот как только он вернется, он также будет отвечать на горячую линию. Либо мы следим за теми вопросами, которые граждане задают на нашем сайте. Кроме того, на нашем сайте есть много актуальной информации с разъяснениями по всем нормативным документам, которые приняты в этот период. Поэтому обращайтесь, пожалуйста. Если по окончании этой пациентской школы будут какие-то вопросы, то мы готовы принять их на почте от Марины Борисовны, от НИИ Петрова, и можем ответить даже по частным ситуациям, если нам будут сообщены контактные данные обратившихся. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...